Друзья, добрый день! Разбираем сегодня сон. Благодарю всех, кто присылает мне свои сны, вопросы на разбор, а также всех, кто пишет свои комментарии под видео, свои размышления, свои идеи. Это очень ценно. Итак, сегодняшний сон. Мне снится, что я работаю у мужчины. Я там работала в 90-х, когда мне было 20 лет. Тогда я была его любовницей. Он был красив, высокомерен и богат. Сейчас к таким людям я отношусь негативно. Пустые, поверхностные, пытаются деньгами заткнуть внутреннюю дыру и сами того не понимают. Они сейчас вызывают у меня отвращение. Так вот, мне снится, что я работаю у этого мужчины, но я уже не его любовница. Рядом со мной кошка с котенком. Появляется змея и нападает на котенка. Я его успеваю спасти и понимаю, что на работу кошку с котенком я больше не принесу. К слову, мне периодически снится, что я работаю у этого мужчины, хотя мне такая работа и такие люди уже не интересны. Ну, смотрите, нам снится тот опыт много раз, который для нас очень эмоционально значим, где было очень много переживаний. Например, это может быть сон, типично людям снится сон, что завтра экзамен, а я не успела подготовиться. Почему? Потому что экзамен в детстве и в юности – это что-то очень значимое, и очень страшно провалиться, и очень много с этим связано. Вот если я не поступлю, это ужас-ужас-ужас, и родители будут это, и социум будет как-то, как раньше, в ПТУ пойдешь, и еще что-то. И там, где мы очень сильно переживали, это остается, и продолжает возвращаться в снах. Очевидно, для вас вот этот опыт работы был таким эмоционально значимым, и вот этот ваш начальник, фамилия его Тетюк, я скажу дальше, почему я здесь обращаю внимание именно на фамилию, он стал для вас таким объектом, с которым очень хорошо совпали ваши внутренние проекции, и вы пережили в этих отношениях какие-то такие очень важные, эмоционально заряженные для вас эпизоды. И поэтому это во сне возвращается, возвращается, и смотрите, интересно, что у вас такая даже путаница времен происходит. Вы в начале вопроса пишете, я работаю у этого Тетюка, а потом вы пишете, что я работала, а сейчас уже там не работаю и не хочу, ну, как я поняла. Ну, в любом случае есть такая путаница времен. Это тоже очень характерный момент. Люди, которые о прошлом говорят в настоящем, это значит, что эмоционально они сейчас там. В разговорах это можно отслеживать, когда, например, человек начинает рассказывать, вот я там жил тогда-то в таком-то городе, и вот я прихожу на эту улицу, в этот ресторан, и там вот это, то есть он начинает как про прошлое, а продолжает как настоящее. Вот замечаете, когда вы видите вот такую путаницу времен, то это про то, что на самом деле это не прошлое, а внутри человека это настоящее, это прямо сейчас он все это проживает. То есть его тело, вот если бы снять биохимию, померить, что с телом происходит, это было бы так, как будто бы он сейчас проживает вот это стрессовое состояние, или хорошее состояние, и так далее. Таким образом энергия уходит в прошлое, потому что прямо на уровне тела эти все переживания возобновляются. И сны, когда нам снятся какие-то вот такие вот значимые для нас моменты, это механизм снятия этого напряжения, это хороший такой исцеляющий механизм, когда постепенно во сне это много-много раз снится, до тех пор, пока уже не станет таким важным. По этому же принципу работает отчасти психотерапия. Ну, частично, смотрите, почему эффект есть, потому что человек приходит и 20 раз рассказывает психологу одно и то же, ну, там, с разных сторон и так далее. И в конце концов, ну, попробуйте просто одну и ту же ситуацию, возьмите такую, знаете, средне-низкой сложности ситуацию, например, подруга у вас одолжила там 100 долларов, ну, небольшую сумму какую-то для вас и не вернула. Неприятно, обидно, ну, как бы не критично, но есть какой-то осадок. И вот расскажите это 20 раз кому-то, и вы увидите, что раз где-то на седьмой вам станет просто уже скучно, ну, нет уже там эмоций. То есть каждый раз рассказываем и выпускаем эмоцию оттуда. Вот. И частично, да, это и есть то, за счет чего работает психотерапия, ну, не только это, но такой механизм есть. И сны, повторяющиеся о каком-то буквальном событии, да, они несут примерно ту же, они несут ту же функцию, выполняют для психики, то есть постепенного-постепенного вымывания эмоций из этой ситуации, а значит возвращение куска своей души из прошлого в настоящее, ну, и значит энергии своей. Я когда начала читать ваш вопрос, ваш сон, я обратила внимание, что вы указываете фамилию своего вот этого начальника. И мне показалось это очень странным, ну, правда, большинство людей, вот я получаю очень много вопросов, и как правило люди не указывают фамилии, название города, какие-то детали, по которым могли бы их узнать, а вы это делаете. И я подумала, первая моя мысль была про то, что возможно это важно для понимания сна, который вы дальше будете рассказывать, потому что вы говорите, что вот такой вот сон, и начинаете рассказать про этого начальника. Но прочитав ваш сон, я поняла, что фамилия тоже там никак не объясняет ничего, да? Вот. И тогда я задала себе вопрос, почему вы сообщаете мне эту фамилию? И вот это вопрос, который я предлагаю, на который я предлагаю ответить вам, ну, если бы вы у меня были в терапии, я бы его вам задала. Почему? В психологической работе есть такое правило. Все, что кажется странным, непонятным, каким-то парадоксальным, таким, знаете, вот когда вот, ну, не складывается в голове, понятная картинка, логика какая-то происходящего и так далее, все это есть послание бессознательного. Там есть важный материал, и его важно услышать. Таким образом, бессознательное клиента сообщает что-то важное, то, что сознание не знает, но то, что является центральным в этом вопросе. Подумайте, может быть, у вас ответ будет на поверхности, может быть, вы скажете, ну, не знаю, но заданный вопрос работает, и ответ будет к вам приходить. Мои какие-то гипотезы-фантазии, например, были бы о том, что это такая попытка мести этому человеку, как будто бы, назвав его фамилию через меня, делаете эту историю такую вот известную еще какому-то количеству людей, и тем самым вот, опять же, такая, знаете, наша бессознательная, она уже как ребенок, вот такая детская месть, но тем не менее она есть, что вот все скажут, ой, какой вот этот вот господин по такой-то фамилии, какой вот он такой плохой. Или это как-то, знаете, опять же, бессознательная попытка ему об этом сообщить, что каким-то образом дальше он может это узнать. Понятно, что рационально это странная попытка, но бессознательная еще раз, оно такое, знаете, иногда как вот детскими такими методами действует, но в любом случае какая-то потребность за этим, то есть когда вы это делали, это способ, попытка удовлетворить какую-то внутреннюю потребность, какой-то импульс. Вот этот импульс важно услышать, потому что вы, ну так или иначе, сейчас выстраиваете свою жизнь для того, чтобы этот импульс был удовлетворен. И вот так вот бессознательно энергия с наших сознательных целей и планов переходит на удовлетворение вот таких вот бессознательных импульсов. Понятно, что речь идет не об этом конкретном человеке, забыла его фамилию уже, неважно, а о вашем внутреннем образе, да, в вашей внутренней истории, дальше мы об этом поговорим. И вот эта энергия, она направлена на этот внутренний объект, то есть не на ваши желания, цели и так далее, а вот на то, чтобы отомстить или что-то еще вот этому внутреннему такому абьюзеру. Давайте перейдем к вашему сну. Смотрите, очень интересный сон. Первое. Во сне вы уже не любовница, то есть вы работаете у этого тетюка, но вы уже не его любовница. О чем это, если символически? Тетюк, как я уже выше сказала, на самом деле это такая персонификация вашего внутреннего образа, очень нехорошего такого агрессора, абьюзера и так далее. И вот вы его, вот это внутреннее содержание видите в образе тетюка. И раньше, особенно вот эти сны предыдущие, вы говорите, что вам часто это снится. Если раньше эти сны снились, что вы работаете, вы его любовница, а сейчас приснился сон, что вы у него работаете, но вы уже не любовница, мы можем как это трактовать, что внутри произошло исцеление. И смотрите, что такое любовница символически? Это когда вы, у вас такое слияние вот с этим абьюзером-удавом из вашего сна тетюком, потому что удав это тоже такой образ, того, кто поглощает. Вот это одного плана образа. Да, вы с ним работаете, ну то есть как-то вы с ним взаимодействуете. Конечно, он есть у вас внутри, вы не можете с ним не взаимодействовать, но вы уже не в слиянии с ним. Вот так мы можем прочесть эти символические, символически прочесть ваш сон. И вторая линия такая же. Вот очень важно, когда мы анализируем сон, видеть повторяющиеся линии. Вот когда в одном эпизоде два сюжета об одном и том же, тогда это для нас подтверждение, что да, это вот точно об этом. Смотрите, вторая линия сюжетная такая же. Это линия про то, что вы приносите кошечку, котика и спасаете его от удава, и думаете, все, я больше не буду этих котят брать на работу. Это ровно такой же сюжет. Что символизируют во сне маленькие животные, котята, собачки и так далее? Это наша детская, очень уязвимая часть. Она может быть представлена либо маленьким ребенком, либо котеночком, собачкой, каким-то животным. И вы во сне, что происходит, вот это ваше, вы, во-первых, осознаете, что эта часть есть, есть вы взрослая, есть вот эти детские части, очень такие природные, знаете, вот почему животное, потому что животное – это часть природы, часть инстинктивного мира, то есть очень глубинные слои психики. И вот этот удав-абьюзер-титюк, это все одно, он атакует эту часть, он атакует котенка, а вы его спасаете, то есть ваше взрослое я спасает и говорит, нет-нет-нет, больше я их на работу не возьму. То есть больше в то место, где может быть какое-то зло, а зло бывает, я не буду допускать свои детские уязвимые, вот самые глубинные такие части. И это по сути такая установка, которая и является результатом успешной терапии. Успешная терапия – это не когда вы попадаете в мир, где нет зла, потому что зло есть, это вот часть мира, есть день, есть ночь, есть рождение, есть смерть. То есть зло – это часть природы, часть Бога, часть, как бы часть Вселенной, так есть, не часть Бога, а часть Вселенной, созданной Богом, как бы правильно сказать. Зло есть. Но задача терапии – не то, чтобы вы закрыли на это глаза, а про то, чтобы вы умели в этих ситуациях справляться с этим. И, конечно же, как справляться? Только своей взрослой частью. Не допускать туда своих малышей, котят и так далее. Нет-нет-нет, им там не место. Им место в близких отношениях, и место в творчестве, и место, у них есть свое место. А там, где вы соприкасаетесь со злом, нужна ваша взрослая такая сильная часть, и ваш сон об этом. То есть, еще раз, две по сути одинаковые линии, то, что вы больше не любовница, вы работаете у этого тетюка, но вы больше не любовница, то есть, да, вы взаимодействуете вот с каким-то злом таким, но вы больше с ним не сливаетесь, значит, это не может вас так ранить. И вот это же повторяется, что удав хочет съесть котика, а вы котика отстаиваете, и все, больше туда, в эту ситуацию котиков не берете. Вот такая, вот так я бы это посмотрела. Поэтому очень хороший сон, такую хорошую динамику показывает. Ну и последний момент, который хочу сказать, это о ресурсе и потенциале. Вот этот образ тетюка, смотрите, он такой там у злодея и так далее, но у него есть деньги, в вашем сне, потому что наша реальность тоже наш сон, мы можем также смотреть на реальную реальность. И вот в вашем сне тетюк, злой, злодей, пустой, еще какой-то, но у него есть деньги. И деньги это символ чего? Изобилия, изобилия энергии, вот какого-то благосостояния разного, вот здесь шире, чем просто деньги. И вот ваше бессознательное показывает, что в образе этого тетюка есть какой-то важный для вас ресурс, для того, чтобы у вас было больше денег, в широком смысле этого слова, и буквально материальных денег, и энергии, и творческого потенциала, и так далее, все, что символизирует деньги. И если вам это интересно, если вы хотите развиваться, больше зарабатывать, больше себя реализовать, иметь лучше социальный статус, что там для вас важно, или больше духовного развития, не важно, то есть вот про развитие, тогда этот образ, вот оттуда можно брать энергию, и нужно, то есть это образ, через который вы можете развиваться, но это уже вопрос терапевтическая работа с психологом, потому что самостоятельно у вас будет очень много сопротивления этому. Вот если я сейчас, например, дам техники, как это делать, вы их можете формально сделать, или даже вообще даже формально не будете делать, потому что будет сопротивление, то есть это уже вопрос такой личной терапевтической работы, опять же, если вам хочется в развитии. Если просто интересно там, почему этот сон снится и так далее, я думаю, что я вам достаточно об этом рассказала и опять же посмотрите, если сон перестанет снится или как-то будет меняться, значит вот мы попали в цель здесь с вами в этом обсуждении, если нет, значит еще какую-то сторону, грань надо посмотреть. До свидания.